доброе утро меня зовут виктория я вас приветствую на своем канале сегодня я предлагаю приготовить вам курицу по-королевски или оригинальное название буша и лорен для приготовления нам понадобится морковка лук мясо грибы и специи соль две пачки слоеного теста кубик для бульона крахмал и желток небольшими кусочками нарезаем лук маленькими кубиками нарезаем морковку и средними кусочками нарезаем мясо примерно вот такого размера затем ставим сковородку на огонь наливаем немного растительного масла и добавляем лук и морковку для обжаривания затем добавляем мясо у меня мясо телятина потому что у меня рецепт менее калорийный вы можете добавить конечно же куриное филе источниками этого традиционального рецепта французской гастрономии стала жена людовика 15 мария лещинская с кондитерами версальского двора которые по ее просьбе приготовили ей блюдо соленой версии для того чтобы вернуть ей милость своего мужа не забываем посолить нашу начинку поперчить и добавить специи пиццы эти которые вам больше всего нравится у меня это чеснок с петрушкой перемешиваем и ставим оставляем минут на 10 обжариваться затем добавляем грибы у меня консервированные вы можете добавить свежие грибы заливаем кипятком миллилитров 500 горячей кипяченой воды и оставляем тушиться минут на 10-15 затем приступаем к приготовлению нашей заправки для этого нам нужно 2 столовые ложки крахмала у меня кукурузный и два-три половника нашего бульона зачастую это блюдо бушей лорен готовят на основе сливок но так как я уже говорил но у меня рецепт менее калорийный я готовлю на основе бульона бульон добавляем кубик обязательно для аромата и нашу заправку заправка нам нужно для того чтобы наша начинка загустела и не разваливалась убавляем огонь и оставляем на несколько минут до загустения вот такой консистенции должна получиться начинка затем приступаем к приготовлению наших чашечек из слоеного теста для этого нам нужно слоеное тесто желток и два стакана разного диаметра стаканом или кружкой делаем вот такие круги затем стаканом или кружкой меньшего диаметра делаем круги с вырезанной серединкой вот таким образом на каждый полный круг нам нужно наложить сверху 23 кружочка с вырезанной серединкой это надо для того чтобы у нас получились такие как бортики между собой кружки с вырезанной серединкой можно смазать для склейки холодной водой но это не обязательно можно немножко придавить оставшиеся серединке можно также выпить они будут нам служить как крышечкой не забываем наколоть вилкой донышко а бортики смазать желтком оставшиеся тесто я раскатала и у меня получилось в общей сложности 9 корзиночек ставим их в духовку выпекаться при 180 градусов минут на 15-20 до зарумянивания вот такие румяные корзиночки у нас получились теперь приступаем к последнему этапу накладываем нашу начинку из мяса грибов и овощей наши корзиночки вот таким образом гарниру подойдет рис украсить блюдо можно листьями салата огурцами помидорами блюдо очень вкусное оригинальное и подойдет как для праздничного стола так и для ужина в семейном кругу а я желаю всем приятного аппетита и хорошего дня до до скорых встреч